Вот уже несколько лет в доме номер 5 по улице Вторые Бутырки работает питейное заведение с вполне культурным, даже сказочным названием «Лесная избушка». Впрочем, посещают данную забегаловку отнюдь не добрые волшебные персонажи, а личности весьма и весьма маргинальные. Жители микрорайона жалуются на творимые ими безобразия в своем дворе. Рядом детская площадка, детский садик. Здесь у нас постоянно находятся пьяные мужчины, которые дерутся. И был такой инцидент. 19 числа у нас двое мужчин напали на ребенка. Рядом с рюмочной находится недавно построенная детская площадка. Сюда поиграть в футбол приходят все окрестные подростки, а для малышей есть качели и карусели. Однако пьянчуги облюбовали детскую площадку для своих нужд и больших, и малых. Родители ребят, мягко говоря, крайне недовольны соседством с рюмочной. У меня сын подросток, и мне бы, если честно, не хотелось, чтобы он все вот это рецедрил и пополнил ряды вот этих же алкашей. Потому что сейчас сами знаете, что подростки очень податливые. Кто-то где-то налил, кто-то где-то там добавил, взял в компанию. Вот, и естественно, от этого один шаг до преступления. Людям жить невозможно. Рядом детская площадка, рядом хоккейная площадка. Это сколько здесь девчат? Наверное, метров пять? Ну, рядышком все. И все это безобразие, вот всю эту пьянь, ведут наши дети. Детей ведут в детский сад с утра, они уже все здесь. Ну, я не знаю, что еще сказать. Вот это безобразие надо прикрывать. Жильцы домов со вторых бутырок уже написали несколько писем в различные инстанции с требованием избавить их от соседства с такой страшненькой лесной избушкой. Ответа, как это вводится на Руси, они не дождались. Хотя только за последний год от местных властей горожане несколько раз слышали обещание ужесточить законодательство в отношении разного рода рюмочных и закусочных, которые уже давно превратились в места сборищ асоциальных элементов. А добропорядочные граждане в избежании инцидентов попросту вынуждены обходить эти места стороной. Но сдаваться люди со вторых бутырок не собираются. Они и дальше намерены бороться за выселение питейного заведения и надеются в этом на поддержку государственной власти.